Две елки огромные, чтобы каждый год можно было наряжать. Дела дорожка, пешеходная дорожка и была организована какая-то парковка, эко-парковка. Вот так жители сами решают, каким будет главный парк Левобережья. В школе номер 29 провели общественное обсуждение проекта по благоустройству эко-берега. Инициаторами встречи стали лидеры движения общественной поддержки «Химке интересно жить» Ирина Спирина и Николай Кашников, которые давно продвигали идею о расширении границ парка. И выдвинута инициатива, чтобы продлить в сторону Долгопрудного. Таким образом, продлить и площадки для того, чтобы где погулять можно, поехать на велосипедах, на самокатах, лавочки поставить, поставить детские площадки, те же самые песочницы, которых, как оказалось, не хватает даже на эко-берегу. Канатная дорога, летний кинотеатр, бассейн, мемориал, теплые домики для отдыха в зимнее время – далеко не полный список идей, предложенных жителями. Но самое главное в списке химчан – подъездные дороги, лавочки, освещение, зона для детей. У нас есть дома, которые находятся вдали от основного района, и им необходим спуск, там нет детских площадок, и, в общем-то, детям очень далеко ходить в основную часть эко-берега. За столом обсуждений собрали самых активных участников общедомовых чатов, которые ранее высказывали свое мнение онлайн, а сейчас могут донести предложения до архитекторов лично. Все это из чатов переросло в социально значимую инициативу. Ее разместили на сайте ХИШ онлайн, где жители также, как и в домовых чатах, высказывают свои инициативы, предложения по благоустройству данных территорий. Поэтому сегодня собрались с активными жителями территории 29-й школы, для того, чтобы уже на карте, на месте, вживую, воочию пообщаться, увидеть друг друга и поговорить. Все пожелания жителей учтут при создании концепции благоустройства парка. Подготовить ее архитекторы обещают к середине лета. Для реализации проекта округ примет участие в федеральной программе «Зеленый каркас», которая направлена на сохранение и развитие природных зон. Благодаря привлечению федеральных средств, парк «Эко-берег» может стать точкой притяжения для жителей всего Подмосковья. Субтитры создавал DimaTorzok